всем привет сегодня 10 июня Московской области я нахожусь в стеклянной теплице где выращиваю перцы и огурцы под огурцы у меня занята всего лишь одна грядка посередине здесь высажено 12 кустов это все профессиональные гибриды высевала 15 апреля высаживала сюда уже рассадой в возрасте трех настоящих листов примерно 9 или 5 мая точно уже не помню выглядит совсем неплохо несмотря на то что у нас очень плохая погода всю неделю холод до 15 градусов тепла это днем еще плюс каждый день идет дождь солнца практически нет вообще но несмотря на это огурцы в принципе выглядят неплохо даже сегодня я собрала уже первый довольно таки хороший приличный урожай напомню сегодня 10 июня примерно каждый год в эти сроки я и собираю огурцы после сбора первого урожая я всегда делаю подкормку я ее опробовала в прошлом году мне она понравилась поэтому я в этом году буду делать так же это я делаю напомню еще раз что после самого первого сбора урожая я так подкармливаю огурцы я так подкармливаю огурцы эту подкормку можно делать раз в месяц после сбора и так что я сюда добавляю все расчеты мои поэтому как бы если хотите применяйте это удобрение хотите делайте расчет сами и так все вы знаете кто смотрит мой канал я минеральными удобрениями не пользуюсь вообще поэтому все органика ну и тем более сбор урожая я думаю что здесь вообще минеральные удобрения даже кто ими пользуется вообще ни к чему и так для моей подкормки понадобится биогумус так это мой биогумус который производят мои черви-старатели здесь примерно 4,5 литра биогумуса сухого на это количество я беру около 200 грамм золы он здесь наверное будет чуть-чуть побольше поэтому я оставлю немножко стакан золы в общем затем мне понадобится такое же соотношение костной муки то есть золу беру я один к одному вот такая костная мука я покупаю и тоже беру 200 грамм я знаете здесь ложками и мерными стаканами не пользуюсь все беру примерно все 200 грамм так костная мука и я беру еще грамм 100 или 80 примерно это кровяная мука около 100 грамм можно чуть поменьше когда будете покупать кровяную муку обязательно смотрите на срок годности потому что именно у кровяной муки очень маленький срок хранения так как это биологический препарат и он быстро выходит из срока хранения смотрите обязательно в лучшем случае еще было бы хорошо если вы посмотрите вид свидетельства именно на такие вещи как кровяная мука это биоматериал выписывается обязательно на вид свидетельства почитайте посмотрите дату выработки и уже тогда покупайте все и теперь хорошо-хорошо я сейчас перемешаю эту смесь нужно хорошо перемешать между прочим очень вкусно пахнет и так вот куст огурца все лишние листья отжившие свое нужно будет удалить грядка с огурчиками у меня замульчирована конской подстилкой корни как известно у огурца все находятся на поверхности их даже вот видно белая такая сеточка слегка отгребаю мульчу и подкармливаю этой смесью каждый куст на куст хорошие три горсти у меня уходит обязательно эту смесь кладите на сырую землю то есть вчера вечером я огурцы очень хорошо пролила обычной водой сегодня сняла урожай и сегодня же я их подкормила и также обратно возвращаю мульчу на место и сейчас буду к каждому кусту так подходить и раскладывать эту смесь вот следующий куст это у меня гибрид изумрудный поток это длинноплодные такие китайская серия огурчиков опять таки слегка убираю мульчу чтобы сильно не повредить корни потому что они наверху и кладу три хорошие горсти по приствольному кругу это будет достаточно удобрение очень концентрированное и закрываю также мульчу все идем дальше и так огурцы я подкормила и хочу еще сказать про это удобрение первый раз я его использую после первого сбора урожая и потом один раз в месяц я считаю что этого достаточно потому что смесь состоит если можно так сказать из органических соединений это костная мука кровяная мука это биоматериал который попадая вот в землю он разлагается постепенно то есть эта подкормка она не быстродействующая сюда же входит да и биогумус который тоже постепенно дает свои микро макроэлементы растению ну и так же зола поэтому раз в месяц достаточно и состав который входит в эту смесь соотношение всех ингредиентов придумано мной опробовано в прошлом году результат мне понравился поэтому применять буду и в этом году но помимо этой подкормки конечно никто не отменял и другие органические подкормки это раз в неделю я проливаю огурцы гуматом калия чистым гуматом калия развожу его и и проливаю каждый куст также зеленая болтушка я ее составляю уже показывала это конский навоз и крапива настаивается 4 дня и этот маточный раствор пол литра я разбавляю на 9 литра воды и тоже проливаю вот в принципе весь уход за огурцами конечно подвязываю их подкручиваю каждый день прихожу поливаю я водой из бочки которая находится на улице то есть не колодезной водой потому что у нас холодно и так на улице плюс еще колодезная вода она вообще ледяная поэтому я из бочки поливаю она тоже не теплая но по крайней мере такая просто холодная не ледяная огурцы я стараюсь конечно вести в один стебель сейчас покажу вот здесь уже сняты огурцы огурец один конкретно и вот дальше пошли огурчики и все пасынки в пазухах вот я убираю здесь огурчики висят это огурчики здесь огурчики и до самого верха это у меня гибрид сейчас скажу какой мамлюк мамлюк гибриды в этом году у меня все новые так следующее какие у меня огурцы это у меня вот китайские тоже видите уже за вот он пасынок вылез уже вот он вот я его сейчас уберу и вот он огурчик это из серии китайских неплохо выглядят так и поливаю еще не сказала полив не только по земле и пока позволяет высота растений я могу из лейки с распылителя полить ее прямо по голове чтобы была такая влажность на листах в теплице потому что перцы огурцы они влажность любят но это у меня посажены два куста люфы она выглядит вот так листвой она сильно не обрастает потому что я ее уже выращиваю третий год поэтому как выглядит растение я знаю она довольно таки тонкая тонкий у нее стебелечек такой и небольшое количество листвы вот она у меня дойдет до двух метров и я макушечку прищепну люфу я не посынкую вот если можно видеть уже завязался первый плодик люфы сейчас поближе вот он такой малыш но я надеюсь что в этом году я люфу выращу так она выглядит тоже дает усы как огурцы между прочим у огурцов я усы не обрываю вначале там убирала дальше уже они у меня растут и здесь у меня также в рассаде видите до сих пор стоят огурчики здесь уже третий зачаток третьего листа вот когда будут полноценные три листа тогда я их буду высаживать на улицу ну и смысл в открытый грунт это специальные огурцы для открытого грунта сейчас их высаживать смысла нет потому что очень холодно солнца нет вообще у нас поэтому я буду попозже сейчас с ними играться открывать закрывать мне некогда и дожди постоянно идут дожди так что у нас сегодня первый урожай огурчиков их можно было в принципе снять еще вчера позавчера потому что смотрите этот вообще уже огромный можно сказать даже перерос это вот гибрид мамлюк вот так он выглядит заодно вам перцы покажу вот они перчики все цветут все цветут с маленькими перчинками где-то перчинки уже побольше где-то поменьше вот этот вот эти были маленькие кусты вот только-только начали расти лук у меня здесь по бордюру ну все как обычно там тоже у меня высажен базилик вот в принципе и все еще не сказала что на огурцах я еще применяю табачную пыль но я ее по-моему уже показывала я посыпаю прям вокруг приствольного круга и даже по листьям таким тонким тонким слоем просто как присаливая это от всяких вредителей тоже органические такая органическая такая защита а вот как раз перчик побольше здесь вырос сейчас покажу смотрите какие перчинки это перец гибрид этот айварский вот в принципе все что я вам сегодня хотела показать похвасталась своим первым урожаем я вам желаю тоже очень хороших урожаев подписывайтесь на канал всем пока всем пока неожидан неожидан посмотрю что это Продолжение следует...